Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова и Алексей Купин заселились на виллу. Ребята счастливы. На недавнее ток-шоу были приглашены экстрасенс и гадалка, так вот они разошлись во мнениях. Экстрасенс сказала, что у Майи и Леши блестящее будущее, но им не надо торопиться. А гадалка раскинула карты и объявила, что Майя никогда не будет с Лешей. Сергей Захарьяш передумал делать пластическую операцию по коррекции ушей. Он решил ограничиться подходящей стрижкой, ведь правильная стрижка может очень многое исправить и изменить во внешности. После приезда Виталия Малышева на остров, он от души повеселился на вечеринке в компании Стаса Дегтяренко. На лобном обсуждали ребят. Они разделись до кола на вечеринке, бегали друг перед другом. Юлиана Богомолова оправдывает Виталия. Говорит, что ребята просто поймали белку. «Конечно, неприятно, когда твой мужчина творит такие выкрутасы», – пишет девушка, – «но я всегда на его стороне. Не буду комментировать то, как выкрутили эту ситуацию и в какой лагерь его записали, потому что это полный бред». Юлиана задумалась о пластической операции. По слухам, девушка хочет сделать ринопластику. Лиза Триандафи, Лидия и Вальтер Соломенцев теперь пара. Лиза пишет в своем микроблоге. «Я живу один раз, и живу я для себя, люди, а не для вас. Что хочу и как хочу, делала и буду делать». Украинский земляк Валерий Фрост раскрыл постыдную правду о ее прошлом. Она родилась и выросла в маленьком селе под Луганском. Она пыталась себе подцепить богатого мужчину в ночных клубах Киева. Затем работала в экскортагентстве. Оттуда ее с позором вышвырнули за воровство. Бывший участник Дома-2 Илья Яббаров сменил амплуа. Теперь Яббаров подрабатывает водителем на съемочной площадке Дома-2. Андрей Черкасов стал ведущим нового интеллектуального шоу на Доме-2. Участники его смогут выиграть деньги. «Скучно не будет, это я вам обещаю», – пишет Черкасов. Называется это шоу «Клуб веселых дураков». Ольга Васильевна Гобозова с интересом смотрит проект. Ее возмутило поведение Марины Тристановны в недавних эфирах. Гобозова советует Валерию Бременкранцу и Татью Абрамсону идти с проекта. «Я имею право советовать», – пишет Ольга Васильевна, «потому что в нашей семье творилось такое, что врагу не пожелаешь». «Валера, сбереги семью, огради дочку от того, что видел наш Роберт». А лучше возьми пример Салибековых. Настя Лисова и Маша Бухун стали участницами очередного утреннего эфира, который вел Евгений Кузин. Мы увидим это в эфире в воскресенье. Маша Кахно написала в своем микроблоге, что Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко пригласили Андрея Чуева на свою свадьбу не просто так, а назло Марине или по просьбе самого Чуева. Также Рапунцель и Дмитренко пытаются всеми силами создать движуху вокруг своей свадьбы. Когда они приехали на поляну, – пишет Кахно, – у них даже в планах не было позвать Чуева. Все произошло после того, как они услышали слова Марины о том, что ее преследует Чуев. «Очень жаль, что страдает Марина», – пишет Кахно, – «я ее очень сильно люблю». Рустам Солнцев сделал блефаропластику. И снимки Рустама после операции ужасают. Бывший супруг Вики Бонни перестал скрывать свою новую возлюбленную. Он опубликовал первое совместное фото с ней. Это российская модель Елизавета Ганенко. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.